всем привет на прошлой рыбалке у меня ловил я на чертиков на новых в принципе хорошо они работали было много поклевок и даже покрупнее рыба попадалась но было мне очень много сходов и самая крупная рыба по традиции у меня сошла и даже не одна как-то не давал мне это покоя думаю надо реабилитироваться вот решил я сегодня взять реванш приехал на то же место где ловил прошлый раз и попробую все-таки уговорить и поймать эту хитрую осторожную рыбу погода никак не устаканится снег продолжает все сыпать и сыпать и вот сейчас идти очень трудно мало того что снега вот сколько больше 20 сантиметров так еще и под снегом вода наступаешь вот она проступает там где кто-то прошел еще как-то лег более-менее легко идти а по целине конечно очень трудно доковылял до места где я прошу раз ловил подлещика хотел там половить но как это часто бывает на рыбалке место оказал занят стоит палатка и рядом люди ловят ну что делать надо было раньше приходить чтобы не мешаться сейчас отойду в сторону попробую где-то новое местечко недалеко найти и там забурится и там уже буду ловить чтобы быстрее найти нужные глубины я вот озаботился картой глубин водоемов и почитав в интернете больше всего положительных отзывов вот такой программки актив капитан называется я и скачал там есть бесплатные карты и в принципе вот вроде вполне даже соответствует вот я сейчас стою вот стрелочка показывает что я как раз где-то на русле и я уже вот пару пару лунок здесь просверлил и действительно так более-менее похоже но правда из глубины максимальной показывает часто вот сбросили то где 9 там сейчас 7 но общий рельеф более-менее даже похожий ускоряет очень здоровый процесс классная программка вот сейчас с помощью ее найду как мне кажется интересные места и здесь уже буду ловить вчера перед рыбалкой поменял ножи на ледобуре у меня стояли здесь прямые ножи и уже немножко подсевший на кей я ловил и там много песка камней и они затупились вот а сейчас поставил полукруглый во второй половине зимы когда лед уже такой толстый и многослойный мокрый вот лучше всего полукруглые ножи лучше конечно еще вот скат говорят хорошие но у меня их нету ну хотя бы вот такие полукруглые облегчают сверление льда намного ловить сегодня будут как я часто делаю на две удочки одна пассивная одна активность пассивная это у меня будет поплавочная удочка с крючком активная скорее всего чертик или мормышка все поплавочек встал сейчас немножко посмотрю на него поклевок не будет тогда уже размотаю 2 удочку есть первая поклевочка поплавок есть есть рыбка только я сказал что нет поклевок на поплавок достану к чертик как первая поклевка но рыбка не крупный вот она первая рыбка это мелкий подлещик вот такой которого я такого размера всегда отпускаю плыви приведи нам покрупнее так она чертика я сегодня сделал другую удочку с одним чертик почему так ну потому что прошлый раз я ловил на снасть паровоз с двумя чертами и просто меня выбесило это количество сходов то есть цеплялся рыба потом один из чертиков цеплялся за край лунки и рыба сходила столько было сходов прям одно расстройство поэтому сегодня я вот соорудил удочку все-таки с одним чертом надеюсь что сходов будет меньше а чертик такой же как у меня на паровозе стоял внизу работами кешина весом около 1 грамма довольно приличный чертик попробую на него может быть покрупнее рыба будет брать на более крупного чертик первая поклевка на чертик но опять мелкая рыбка сейчас посмотрим может даже плотва и не подлещик даже на крупного чертик мелкий подлещик спанулся прям еле-еле за нижнюю губу не сразу подобрал я проводку делал три-четыре разных типов проводки не реагировал и вот на мелкое такое дрожание и плавное приподнимание все-таки соблазнился но судя по размеру покрупнее пока здесь нет рыбы потому что и на поплавок и на чертик клюет только стандартная истринская фанера которую приходится топить все обратно так поклевка на поплавок зацепил но опять мелочь что ж такое надеялся что здесь наглубь самая глубокая лунка покрупнее будет а он опять мелкий ну кстати по моему из всех которые сегодня поймал это самый крупный это 150 грамм остальные были еще мельче на одиночную чертик очень редкие поклевки вот сейчас все таки для эксперимента достану паровоз и посмотрю вот будут ли будет ли больше поклевок именно на паровоз чем на одиночную чертик всегда мне хотелось как бы сравнить сейчас я это сделаю зацепил на паровозец посмотрим кто там не сразу где-то 5 7 даже может 10 проводки на нижнего на нижнего чертик подлечь опять не крупный такого чтобы взять еще не не попался пока одна мелочь всплыл поплавок я отвлекся но опять вроде не крупный но засекся сам чуть-чуть покрупнее кстати такой побольше 150 грамм пальцы замерзли не чувствует крючок вот такой уже ближе 200 грамм но может расклюется и покрупнее пока вроде чуть-чуть по нарастающей идет вот я сам себя успокаиваю вообще надежд уже мало на крупного подлещик сегодня он не хочет подъем есть есть рыбка судя по ощущениям опять небольшая сейчас посмотрим чуть-чуть побольше да нет такая же такой же подлещик небольшой клюет исправно раз в две-три минуты но совершенно неинтересно не ловить такого так ладно есть у меня еще еще пара лунок вот пойду и сейчас проверю может быть там покрупнее будет и есть зацепил катушка треснула дотрещала но рыбка мелкая подлещик некрупный на верхнюю кстати взял чертик взял на верхнюю чертик подлещик мелкий обратно сделал паузу довольно долго и неплохая рыба прицепилась паузу несколько секунд сделал только тогда ну вот опять все повторилось зацеп за лед и рыба сошла все убираю нафиг это паровоз черт буду без него ловить повторилась история с прошлой рыбалки опять я взял в руки паровоз зацепил неплохую рыбу и опять зацеп за край льда верхнего чертика и опять сход поэтому все-таки взял я отложил паровоз в сторону взял удочку с одинарным чертик на нее буду ловить ну потому что прям никаких нервов не хватит так со сходами ловить одно расстройство правда здесь у меня кивок не очень подходящий короткий слишком ну попробую на него да вот попробовал на одинарную чертик а поклевок то и нет вот выходит приходится выбирать либо паровоз где поклевок больше намного но и исходов либо одинарный чертик вообще без поклевок здесь помельче и холод показал около пяти метров и довольно прилично какой-то рыбы скорее всего это платва поэтому достал я удочку с чертиком поменьше и попробую изловить того кто здесь живет есть плотвичка почти уверен что плотвичка мелкая так и есть вот она ну вот здесь пять метров и все стандартная вот эта мелкая плотва даже наверное не смысла здесь кормить потому что соберется опять же вот скорее всего такая же рыба то есть крупнее ничего здесь не будет вроде подобрал я проводку на которой здесь плотвичка клюет это примерно вот такая берем так под наклоном удочку и вот в таком темпе проводим долбанула рыбка мелкая но поклевки прям злые такие вот она кстати самый крупный здесь из тех которые я поймал здесь в отдалении я одну лунку закормил давно уже ее не проверял надо проверить а вдруг здесь собралась рыба и ждет когда я приду ее поймаю попробую сначала на одинарный чертик если что-то хлюнет хорошее чтобы не сошло это около десяти проводок на одного черта ни одной поклевки придется взять опять паровоз может на него будет есть вот так чтобы не говорили все таки паровоз ловит намного больше в смысле поклевок намного больше чем на одинарного вот он подлещик даже не стал вытаскивать наш некрупный и клюнул на верхнюю это характерно если на одинарного не клюет как правило клюет на верхнюю чертик более высоко стоит рыба и клюет на верхнюю чертик тем более верхней у меня чуть поменьше может еще из-за этого процент сходов у меня на паровоз наверное около 80 процентов из них половина сходит еще внизу лунки а все остальные наверху подлещицы цепляется буквально краешком и все цепляется так ну посмотрим есть ли еще здесь рыба вот еще один а на одинарного не было ну вот что ты будешь делать а все поклевки только на паровоз ух ты это что то это я плохо леску держу или подлещу покрупнее так ну пускай погуляет а то они начинают перед лункой беситься и сходят вот опять то же самое я вот вижу и вон там у нижней лунки у нижнего края лунки все подлещики сходят сегодня по моему только одного или двух дотащил пока все остальные слетают все остальные слетают засек засек где-то нам встретили с четвертого раза только на нижнего на нижнего все время на разную игру то это большая амплитуда и плавные покачивания то наоборот еле-еле такие короткие рывочки ну что то нет нормального размера ну хоть на этом потренируюсь в общем поклевал довольно бодро потом очередной раз дал кому-то по губам и все, все затихло уже минут 10-15 поклевок нет поэтому надо бежать скорее в другое место сейчас достал мелкую чертику несмотря на то что здесь 7 метров попробую на него потому что поклевки что-то вообще прекратились может быть на мелкого захочет что-то попробую опа есть нифига себе все-таки на мелкого чертика клюнул кто-то про мелкая рыбка я еще даже не поиграл просто постучал по дну и мелкий подлещик все-таки не выдержал сбоку зацепился видно носом тыкал ну вот все-таки на более мелкого черт хотя бы что-то поймалось а то уже где-то сейчас я поклевки даже не видел сейчас подыграю может ей покрупнее что-нибудь клюнет но скорее всего крупной рыбы сейчас здесь нет а вот эта совсем мелочь она на крупную черта не реагирует вот так как обычно играл чертиком и сразу поплавок в поклевку не сразу но все-таки а вот до этого поплавок стоял как мертвый то есть обязательно надо подразнить рыбку так сейчас посмотрим вроде чуть покрупнее это подлещик да чуть крупнее стой 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 такой грамм 150 наверное вот очень полезно поиграть чертиком в соседней лунке рыба как-то активизирует сразу так такого все равно отпущу мне вот подлеца интересен такой ну грамм от может 300 400 еще можно взять а все что мельче там есть то нечего он такой костлявый так ну что ж вот все таки этот способ когда стоит в одной лунке поплавок а в другой играешь чертиком очень эффективен не клюет на одно так клюет на другое поклевка такая была классическая я немножко проспал уже смотрю поплавок уже сплю но поскольку он мне довольно глубоко я его пускаю то рыба не чувствует пока наверх не сплывет и садится довольно нормально погоду колбасит то вроде прояснение было даже чуть солнышко пробивалось сейчас опять все заволокло снег повалил метель может из-за этого и рыба плохо клюет но вообще сейчас есть можно списать на глухозимье поэтому не клюет рыба значит глухозимье сейчас забью вот эту точку вот это предположение актив капитан на карте чтобы знать где здесь росло чтобы еще раз вернуться чтобы здесь хоть поклевывало мне сегодня чтобы потом не искать лишний раз клюнуло на чертика поменьше ну и рыбка соответствующая стандартная рыба для сегодняшнего дня как из одного инкубатора все эти мелкие подлещики нормальная рыба не берет сегодня все не клюет уже около часа вообще как будто рыба или заснула или свалила поэтому все на сегодня буду собираться ну что ж друзья сегодняшняя моя попытка перехитрить хитрую рыбу на истре не увенчалась успехом как я считаю рыба оказалась хитрее меня не клевала сегодня нормальная рыба хоть убей одна более-менее прицепилась и так как обычно сошла под лункой клевала только мелкая лаврушка и то не очень активно вот сегодня специально ставил эксперимент и сравнивал ловил на паровоз и на одного черта вот в одних и тех же лунках при тех же условиях скажу что на паровоз гораздо больше поклевок и даже иногда вот на одного черта вообще не было поклевок паровоз опускаешь все-таки какие-то поклевки есть так что тут выбирайте либо если вот я считаю так если клев более-менее приличный конечно не надо заморачиваться а ловить на одного черта и все будет нормально а если вот как сегодня то есть очень плохой и на одного черта вообще не клюет ну можно рискнуть и попробовать на два но тут надо мириться со сходами в общем вот такие наблюдения по чертикам ну а так конечно не могу назвать сегодняшней рыбалкой удачной потому что ничего достойного не попалось вся рыба опущена обратно ну ничего главное что на рыбалку сходил хоть какой-то опыт приобрел закончил я на сегодня рыбалку поэтому я с вами прощаюсь всем всего доброго и до новых встреч на новых рыбалках всем пока доброго